Торцевая стена дома по Норильской 8 – идеальное место для размещения наглядной агитации. Тот баннер, что пониже, неодобрение местных жителей не вызывает. По словам председателя ТСЖ, место традиционное и вполне санкционированное. А вот установки рекламного изображения выше жильцы пытались воспрепятствовать, но безуспешно. Вчера сделали новые крючки, пробурили стену, нарушили кровлю, потому что вешали с люлек. Люльки закреплялись наверху на кровли. Кровь у нас металлическая, прошла капитальный ремонт. Мы не каждому предприятию не разрешаем ходить по кровлю, потому что мы бережем ее, потому что за нее платили деньги собственники. Председатель утверждает, помимо материального ущерба, установщики наглядной пропаганды нарушили законодательство. Не согласовали действия с ТСЖ, не провели общее собрание собственников. По ее словам, вместо положенных 50% собрали только 17% подписей о согласии жильцов. Я собственник своей квартиры, меня не спросили. Сын у меня был дома, они сказали, что баннеры поставили, но ставки, ради бога, он подписался. Откуда же он знал, что они будут стены долбить нам? Я думаю, ближайшая дочь нам покажет, в каком состоянии кровли, а ближайшая зима покажет, какой ущерб нанесен данному дому. ТСЖ «Богольник» планирует подать на кандидата судебный иск на возмещение ущерба. Предполагается, что сумма иска будет внушительной. Алевтина Шаракшане, Екатерина Капустина. Новости дня.